Единоросска Олеся Михачёва говорит, надо пожертвовать всем ради победы. У нас есть постоянные наши бабушки с дедушками, которые прошли. И каждый раз, получая пенсию, они приносят нам пакет, в котором есть крупы. И они не спрашивают о том, что что-то должно государство. Они просто получают пенсию, идут, покупают гречку, макароны, печенье. И та же кружка кофе, до которой мы выпиваем с утра, каждый, если он не выпьет кофе, я думаю, мы не совсем расстроимся, не выпив кофе с утра, но помочь ближнему. Заставили меня задумываться, сколько денег я трачу на кофе. Я тут как-то задумался, какую страну можно было отстроить, если бы единороссы всё не растащили. Даже не по себе стало. Да, прям сейчас это начну краснеть от стыда, и совесть будет не на месте. Да-да-да-да-да-да. Тебе должно быть стыдно, дорогой обманутый россиянин. Тебе должно быть стыдно. Человекам, которому стыдно, так легко управлять. Мы, наверное, в обществе привыкли, я всегда говорю, мы привыкли почему-то рассчитывать на то, что нам должно государство или ещё кто-то должен. Мы же налогоплатищики, мы платим налоги. Сейчас не то время, которое мы будем говорить о том, что нам должно государство что-то. Мы прежде всего, я не думаю, что мы можем думать о том, что к нам кто-то должен. Всегда в такие моменты в тылу работали и женщины. Женщины в тылу работали и ничего не просили. Чего вы ждёте от государства? Оно вам ничего не должно. Хватит кофе пить, вам должно быть стыдно. А мне, кстати, не стыдно воровать из бюджета. Мне нормально. Я из единой России. Музыка о неохладе.